так все вы так говорите но все же ищите оленей признайтесь признаюсь признаюсь никаких оленей я не ищу ну то есть нет необходимости не в оленях не в других каких-то животных и так полный зоопарк так и потом ну вы просто просто примите просто примите что нет необходимости вот такой понимаете ребята всем здорово саночной связи то есть это не у нас в обществе 85 90 процентов поголовья до линячего это не у нас чаечки крича что ты должен мне обязан потому что ты мужик ты настоящий мужчина ты должен меня обеспечить решать мои проблемы и брать ответственность это не у нас чаечки отказываются давать песенку свою без акта это не у нас они считают что ты не достоин ее песенки и ты должен ее добиваться да ребята они не ищут оленя прямо в точку попало нет необходимости что женщина может сама заработать сама содержать дом и детей может вырасти и и без вас да просто примите родить тоже сможете бизнес да и тогда может быть что-то в мышлении поменяется но не факт не факт потому что вот как-то было такое что мама внушила что вот ты себя не на помойке нашел и вот мы не нищеброды чтобы мы не нищеброды мы достойны самого лучшего и вот человек с этими установками женился разводился женился разводился женился разводился и вот так вот что-то искал всю жизнь вот он так проискал а его бывшие женщины выходили потом замуж счастливо и замечательно жили и вот очень сложно с этим было человеку смириться но самое плохое что он все равно не видел проблемы в себе потому что им управляли эти установки так они его ограничивали ребят слушайте не первый раз чаечку комментирует тем не менее то вот у нее есть такая интересная тенденция она любит перекручивать с ног на голову то есть ей задают один вопрос она его переводит совсем другое русло вопрос по поиску женщинами оленей она уже какая-то от он выходил и точнее там женился как бы там а потом жены его выходили счастлива замуж причем здесь это вообще пришло кто-то женился мы у тебя не на помойке нашли суши а в том понимании как быть мужчина должен обязательно взять рсп с четырьмя детьми как бы дал только так ну что допустим мужчина не хочет брать там рсп замуж там и так далее там распитывать чужих детей обеспечивать это что значит что он такой же новый какой-то не полноценный значит да но если не хочет что здесь такого какая нафиг разница там разводился не разводился вопрос не в этом я вот только что повторил как бы что лучший самый показатель ищет чаечки оленей или не ищет это общество там сейчас не будем в принципе мы брать там кто кого ищет там кто кого за аркан в загсе это в принципе вопрос 10 вопрос именно вот общей картины как дела обстоят в обществе я вам сказал ребята 90 процентов это оленей гон во всем обществе мой там 80 90 конечно такой статистики официально и вы нигде не найдете ну так вот чисто визуально допустим там каждый там 78 мужчин из десяти это вот эти вот как бы который там вот я должен добиваться я писечка должна быть только за деньги вот по просьбам трудящихся пися стала в два раза дороже теперь не один боку букет цветов а букет цветов с айфона надо дарить за песенку потому что ребята вы понимаете что акции вкладываешь в компанию они растут а тут пися как бы не растет но зато волосами покрывается как бы это все-таки тоже как бы ну поросль пошла прибыль то есть была пися голенькая стала как бы такая уже как бы там скажу в чехольчике ребята заплати заплати инвестиции выросли на два сантиметра между прочим и за закурчавились но как-то так если вы вот что-то ищете не нужно искать это во вне нужно искать это в себе понимаете вот внутри вас есть и поддержка и способность себя материально обеспечить и если вот вы сами сможете закрывать свои базовые потребности базовые потребности вот этот низ пирамиды потребность безопасности потребность там удовлетворение там голода жажды желаний каких-то до таких базовых тогда только а базовое желание секса как удовлетворить самому я понимаю это можно сделать там или дёрти-дёрти чайка сделает как бы ищи год в себе все-таки ответы хорошо допустим вот я общаюсь с женщинами там есть базовая потребность закрывать там свои вот эти вот там свои мужские потребности да как мне найти причину в себе если они все практически поголовно ну не прям что все там ну пускай там процентов 80 тоже опять-таки да ты мне должен ты мне обязан я тебе даю вот и значит должен меня добиваться там датами должен дарить подарки то есть как не найти в этом в этой ситуации проблему в себе каким образом чайка а там вообще проблема во мне или может быть кто то что просто сделал мохнатый культ из-за всей этой ситуации то есть но у меня есть вот как бы мохнатая копилка да плати мне ребята вы понимаете что это рейдерство это рэкетирство ну рейдерство может быть не сильно подходит но тем не менее рэкетирство у меня вот есть хочешь пользоваться плати и ведь проблема во мне проблема в тебе я у думал 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 ну не нахожу я в себе проблему ну хоть и тресни не на них не нахожу вы сможете развиваться и жизнь ваша станет лучше в любом другом случае вы топчетесь на месте или скатываетесь вниз да понимаете если у вас все кто-то виноват все вот ваше счастье она везде где-то вовне какой-то женщине которая вас будет там кормить и обслуживать да там каком-то мужчине которая у вас будет обеспечивать это все риск риск того что вы не сможете самостоятельно выкарабкаться а а теперь ребята послушайте меня вот допустим это берешь точечную ситуацию ну к примеру тоже женился не дай бог на какой часть и тебе потом развившего она такая осекает так далее она тебя там гони типа да он мне там всю жизнь перековеркал тип а там он там курил пил пила изменял гулял там это далее вот это вот 2 дундука ребят потому что как буду тех нехен было жениться нефин было потому что этих вот так вот бывают перегинывали в разную сторону как бы там мужчины бывают виноваты и женщины бывают виноваты изменяют друг другу там и так далее тут в В принципе вопрос такой, ребят, ну это одно, одно, зачем ходил в ЗАГС, допустим, зачем-то там его оттянуло в ЗАГС, зачем наставило на ЗАГСе и так далее, да, вот все моменты, ребят, но это точечная ситуация, когда ситуация идет в тенденции в обществе, когда, допустим, 90% женщин говорят, добивайся меня, я же писенника, добивайся меня, вот эта вот причина не в тебе, это тенденция общеобщественная. Опять-таки, я же говорю, там в точечной ситуации, допустим, там за оленя, может быть, начал добиваться ее, потом разочаровался, как бы, это все точечная фигня, но это, допустим, если была бы одна женщина, он на нее попал, начал перед ней оленей, как бы там дошло дело до ЗАГСа, потом до раздела имущества, алиментов и так далее, как бы, это одно, но если, понимаете, он пальцем тыкает и в 9 из 10 попадает в тех, которые пытаются развести его на бабки, вот это уже не совсем в мужчинах проблема, понимаешь, Чаечка? Да, как бы, это русская рулетка, причем, знаете, есть револьвер, как бы, с шестью патронами, то есть, обычно один заряжают в барабан, а тут 5 из 6 дупел, я извиняюсь, да, вот с заряженными патронами, как бы, много у тебя шансов найти адекватную, скажите мне, пожалуйста? Ну вот и ошибаются мужчины, как бы, да, не без помощи оленизма, как бы, оленизм свою роль тоже играет, не без помощи похоти, ребята, кстати, как взять под контроль похоти, рассказывают в курсе, как взаимодействовать с женщинами без патронов, в видеоформате на 4,5 часа, кому интересно, мне пишите в личку, дам подробности. Там я прям технику даю, как взять под контроль свою похоть, это очень полезно в наше время, ребята, кто-то не может контролировать вот это вот все, а потому что, ребята, похоть и оленизм, они связаны просто, ну, непрерывно, беспрерывно, просто вот они вот тютелька в тютельку идут. Ребят, поверьте, если бы мужчины не хотели бы женщин физически, оленизма бы не было, вообще, ну, может быть, там, какой-то минимум процент, типа, якобы, там, что в детстве навязали, там, надо, там, семью создать, там, и так далее, как бы, вот, чисто вот такой вот шаблонный, да, но похоть, это грандиозный просто вот именно триггер оленизма, хочется чаечку, пипа встает, как бы, все, пошел выполнять хотелки, вот и все, обычный алгоритм. Если ты можешь это все сдержать, сконтролировать, весь мир будет в твоих руках, чаечный мир, я имею в виду. Ребята, сегодня приходите на стрим в 19.00, как обычно, все по графику, даже если вам уведомления не приходят, ребят, заходите в трансляции, там, ну, в любом случае, на канал заходите, там будет трансляция, то есть у нас все по графику идет. Кому интересен курс, ребята, пишите мне в личку, пишите свои комментарии, конечно же, по этому поводу. Здоровья вам, счастья и великолепнейшего времени суток!